Российская страна не будет поставлять газ недружественным странам бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях. За его журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эксперт газа включает в себя поставки, оплату, предведение балансов. А это процесс растянутый во времени. Как раз прорабатывается. Прорабатывается между ведомствами, с Газпромом. И потом уже будут четкие временные рамки определиться. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всей европейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Поскольку Запад усиливает санкции и усиливает давление на Россию, соответственно, и Россия должна предпринимать какие-то ответные действия. Поэтому аргументы о том, что ранее подписанные договоры Россия обязана соблюдать в любом случае, они в связи с действиями Запада теряют тоже смысл. Дело в том, что на данный период санкции введены уже максимально. Об этом, в частности, говорил президент Байден, который сказал, что Соединенные Штаты усилили максимально давление на Россию с точки зрения экономики. Поэтому говорить о том, что могут появиться какие-то совершенно неожиданные санкции, которых ранее Россия не видела, достаточно сложно. 23 марта президент Российской Федерации поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран и списка недружественных. В него вошел 48 государств. Но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Это целесообразно, и до сих пор это решение не принималось исключительно в силу того, что при заключении контрактов наши партнеры, наши контрагенты были против использования рубля в качестве средства расчетов. Конечно, им удобнее рассчитываться той валютой, которую они сами производят, сами печатают, и расплачиваться ею со своими поставщиками. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристин Линдер рекомендовала немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Симонов Тимур, Универ Ньюс.